Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами кратенько и быстро обсудим ПТшку 9 уровня, дерево Советского Союза, СУ-12254. Это машинка, которая стоит на 9 уровне перед объектом 263. Но она не этим примечательна, она примечательна своим орудием. Она примечательна своим орудием по той причине, что это орудие является самым ДПМным орудием в этой игре. Если я не прав, напишите об этом в комментариях. По моей информации, самая ДПМная машина это именно СУ-12254. Смотрите столько в эту цифру. 421 единица урона в минуту. В принципе, при нормально сложившемся бое, вы можете, получается, без особой печали, грубо говоря, за минуту-полторы вынести Мауса. Ну, в одиночку, да? То есть тупо его разобрать по ХПшке. Я считаю, что это просто, ну, какой-то заоблачный показатель. С чего он получается? Он получается с офигенного времени перезарядки в 6 секунд и 420 единиц урона. Есть, безусловно, ложка дегтя в этой огромной бочке меда. Это минус 4 углы склонения. Их очень часто не хватает. И очень часто есть игровые какие-то позиции или ситуации, в которых вам необходимо, не сильно вылазя наверх на какую-то горку, выстрелить в кого-то. У вас это получаться не будет. Будьте готовы к тому, что машинка отыгрывается на ровных поверхностях. Больше сказать о углах склонения мне нечего. Что касается времени сведения, оно по циферке сложно понять, но крайне комфортное конкретно в игре. И мы это заценим. По разбросу на 100 метров тоже нормально. Но есть и косячок. Машинка довольно часто мажет. Она довольно часто прокидывает, но немножечко не туда, куда вы прицелились. То есть белке в глаз она не попадает. Но, ребят, если бы она попадала белке в глаз, и если бы она еще имела больше углы склонения орудия вниз, это была бы просто имба, которая рвала бы не только девятки, но и десятки. Поэтому, в целом, спасибо большое разработчикам, я это редко говорю, за то, что урезали в этой машинке только, в принципе, несколько нюансов. Третий нюанс, который урезали, обсудим непосредственно в самом замесе. Забыл сказать, мы катаем машинку сейчас, смотрим на нее, на топовой пушке, которую в любом случае вам необходимо будет открыть перед объектом 263. Я не буду катать эту машинку на базовом двигателе, на базовых гуслях. Скажу почему. Дело в том, что машинка для меня оказалась настолько фановой, что я согласился с тем, чтобы потратить зарабатываемый на ней опыт, чтобы открыть себе топовое пехло и топовые гусли, потому что понимал, что я оставлю эту машину у себя в ангаре. И не пожадничал сливать опыт на эти два дополнительных, то есть, ну, на эти улучшенные, скажем так, части танка, а именно двигатель и гусеницы. Поэтому мне, в принципе, гораздо комфортнее было выкатывать объект 263. Ну, а теперь побежали в бой, посмотрим, что она может, на что она способна. Возможно, у нас получится заценить ее бешеный ДП. Пока мы запрыгиваем в бой, ребят, хочу попросить каждого из вас обратить внимание на желтый шильдичек внизу, в правом нижнем углу. Наведите прямо сейчас на него мышку и в один клик подпишитесь на мой канал, станьте постоянным зрителем моих видео. Я вам буду безумно благодарен за поддержку и развитие моего канала. Также буду благодарен за то, что вы поставите лайк этому видео и напишите комментарий, хвалебный, либо поделитесь своей какой-то альтернативной позицией, либо своим мнением, но либо что-нибудь уточните, то, что я, возможно, не совсем правильно сказал. Итак, первое, что зацениваем, ломанулся я сразу в бой, но вспомнил, что я ПТ и хочется попэтэшить все-таки. Первое, что зацениваем, это динамика машины. С места срывается довольно бодренько. Наверх запрыгивает довольно комфортно. Что касается всего остального, сейчас посмотрим. Мансит вправо-влево просто шикарно. Разворот на месте просто обалденный. И, честно говоря, его больше, чем достаточно в бою для того, чтобы СТ-шкам и ЛТ-шкам было, ну, прям, не совсем легко вас закрутить. То есть, довольно часто бывают такие ситуации, в которых разворот на месте, он реально решает и решает многое. Я так понимаю, что здесь стоять смысла абсолютно никакого нет. Закинуть дальше на островок, попробую поработать с городом. Что касается минуса, о котором я говорил, третий минус. То есть, один минус был это в отношении того, что не всегда белке в глаз попадает. Второй минус, о котором я говорил, это то, что нет углов склонения. И это очень часто мешает хорошо отыгрывать в бою. Третьим же минусом является скорость отката назад. То есть, вот откатиться назад все-таки не настолько комфортно, как хотелось бы. Но это уже такая придирка. Это уже настолько я за уши притягиваю эту ситуацию, чтобы найти хоть что-то в ней еще плохое. Что в целом, я бы сказал, что на вот этот третий пункт можно было бы смело внимания даже не обращать. Так, ну давайте будем говорить откровенно. Как и у многих танков, особенно у ПТшек, у данной ПТшки бока и корма. Это больное место. Его действительно очень часто прошивают, пробивают. Но, соответственно, желательно их не подставлять. Вообще, честно говоря, из морды-то довольно часто прилетает и пробивают. Но, в то же время, не настолько часто, как могло бы быть. И, откровенно говоря, иногда ты даже сам удивляешься, как так получается, что тебя не смогли пробить. То есть, к тебе прилетел рикошет. Но сейчас тут я уже немножко тонканул, да, то, что могло быть. Но, в целом, довольно частые рикошеты у нее бывают. Сейчас действительно не очень хорошая ситуация для меня сложилась. Возможно, я зря спустился вниз. Сейчас досмотрим бой, каким бы он ни был. Понятное дело, что это будет проигрыш. Но вряд ли наши двое союзников смогут выкатить. А пока заценим нашу дохлую тушу. Ну вот, как вы видите, с морды пробивают, в принципе, все. И нижний бронелист, и верхний бронелист. И вот даже под маской орудия пробили. То есть, в принципе, ПТшка картонная. И она не любит стычек напрямую с врагом. Мы нас не пробивали в бока, только потому, что я их не подставлял. Поверьте, брони здесь нет. Единственная броня, которая здесь действительно есть, это маска орудия. В нее периодически прилетает. Иногда бывают рикошеты, когда вы немножко рамбуете, да. То есть, такая рандомная броня. Итак, за нашу игру, за наш вот этот вот проигрышный бой, мы смогли сделать один фраг. Мы нанесли 1530 единиц урона. Мы не ушли в минус по серебру, что уже приятно. Что касается опыта, ну, как бы на опыт не смотрим, мы все-таки проиграли как-никак. А теперь давайте посмотрим на результат этой машины. За этот бой мы заняли второе место по урону. И согласитесь, с существенным отрывом, в принципе, я бы сказал, на 50% отрыв от экшен-икса, который занял третье место в нашей команде. Но да, мы настолько же на один шот, наш один шот, мы уступили конвою. Если бы мы сделали еще один результативный шот, поверьте, мы были бы либо, ну, так же на втором месте, но практически без отрыва конвоя, либо заняли бы вообще первое место по урону. Сейчас закатываемся в следующую катку. Возможно, нам больше повезет с картой. И мы сможем занять вот такую типичную ПТшную позицию, на которой сможем попытаться поотыгрывать. Как я уже сказал, ПТшка не терпит встречи с врагом лоб в лоб. Вот на десятке этой ветки вам будет гораздо проще. Там есть броня с морды, и, соответственно, вы можете ехать, принимать врага, стопорить его, разбирать его, ну, в общем, что-то с ним делать. Эта же ПТшка, она не любит столкновений с противником прямых. Безусловно, вы сможете на этой ПТшке довольно удачно отыгрывать против каких-то полуподбитых танчиков, закручивать их, да, там не получится, нет башни, но они вас закрутить не смогут. И вы сможете резко разворачиваться и давать шоты. Что касается углов склонения. Вот смотрите, сейчас, стоя на вот таком вот пригорочке, даже не на горке сверху, у меня пушка вниз уже не опускается. Это то, что я говорил, что это та ложка дегтя, одна из двух, про третий давайте забудем минус, которая действительно существенно влияет на играбельность данной машины. Во всем остальном, честно говоря, у меня лично к орудию вопросов нет абсолютно никакого. Есть только вопросы у меня к противникам, которые в отсутствии желания отхватывать от меня урон, не стоят на месте, постоянно двигаются, их постоянно необходимо вылавливать каким-то образом, для того, чтобы по ним накидывать. Ну, а так в целом, не знаю, мне эта ПТшка очень сильно нравится. Я ее с удовольствием оставил у себя в ангаре. Я очень рад тому, что в свое время начал качать эту ветку. И, честно говоря, данная ПТха мне даже, наверное, больше нравится, чем нравится десятка в этой ветке. Вот все-таки десятка на своем уровне, она не настолько крутая, не настолько нагибающая, как вот эта девятка на своем уровне. То есть, в принципе, вот так вот настреливать по 400 с копейками, но мало кто может с такой скоростью перезарядки, с таким уровнем пробития, но и, соответственно, с таким суммарным ДПМом по результатам боя. Что касается точности на дальних расстояниях, сейчас попытаюсь это показать на Т-54. Как вы видели, я смог его выцелить, смог в него попасть и смог его пробить. Скорость полета снаряда, я бы сказал, что она не идеальная на дальних расстояниях, но она все равно комфортная, она все равно приятная и, честно говоря, не доставляет какого-то труда дать небольшое опережение. Есть такие танчики, которые прям вот совсем унылые по полету снаряда и становится прям грустно, когда ты пытаешься выстрелить в кого-то, а он 40 раз успевает отъехать с той позиции. Ну, а сейчас попробую кинуть наугад. Не вышло. В общем, есть такие машинки в игре, с которыми ты, когда пытаешься их выкатать и которыми пользуешься на дальних расстояниях, ты стреляешь, снаряд летит как-то вообще по какой-то кривой, а не по прямой, ну и, соответственно, танчик успевает уехать с той позиции, на которой он был, пока твой снаряд долетает. Что же касается этой машинки, такие случаи встречаются крайне редко. Ну, вот то, что я и говорил, что, в принципе, довернуть немножко корпус для того, чтобы поймать врага, даже какую-нибудь СТ-шку или ЛТ-шку, вам труда не составит. Ну, вот углы склонения, они в очередной раз показывают себя. Итак, ребят, зацениваем результаты боя. Ну, и я думаю, что суммирование по данной машинке будет крайне быстрым, ну и крайне простым. Итак, ребят, за вот такой вот бой я смог нанести 2000 неполных 500, ну, будем говорить правильно, 2450 единиц урона, сделать один фраг, получить 50 тысяч серебром. Это при том, что я получил знак классности третьей степени. Что касается опыта, то, в принципе, опыта получили неполный косарь. И что касается нашей результативности, мы на втором месте по урону, но уже с учетом победы. Поверьте, ребята, если вам будет везти с боями, если вам будет везти с командой, если вам повезет с картой, то вы, в принципе, этот результат вполне спокойно можете догнать до 4-4,5 тысяч урона. В принципе, потом еще и удивитесь, что у вас это получилось. Что касается самой ПТ-шки, вам не будет сложно выкатывать свою десятку на СУ-122-54. Скажу откровенно, в этой ветке мне было тяжелее выкатывать 268-го на объекте 704, чем объект 263 на СУ-122-54. Поэтому мое скромное мнение, что данная девятка, она не только не будет проблемной для вас для того, чтобы пройти на десятый уровень, а еще и будет доставлять вам удовольствие в этом процессе. И практически с 99,9% уверенности, в своих словах, я уверен, что вы оставите эту машинку у себя в ангаре исключительно ради фана и для того, чтобы периодически заезжать и накидывать с дальних точек довольно-таки не кислый урончик. А на данный момент у меня все. Играйте в танки, получайте удовольствие, возвращайтесь на мой канал, подписывайтесь, я вам буду безумно благодарен. Сделать можете по вот этому вот желтому шильдику. Огромное вам спасибо за благовременно. Всех благ, всего хорошего, мира вам и спокойствия.